блин ну давайте ладно поехали курс ушел молнию где молния будет дождь и будет дождь надо бы принести зонтик нет нет они сказал что когда идет дождь надо прятаться когда такой дождь идет это же обычный дождь правда не похоже нет это настоящий ретро актный дождь сколько за весь сюжет на прохождение я думаю около пяти часов примерно если прям везде нажимать кнопки скипа я думаю что за хотя нет мне кажется я опять потратил только на первый день в сюжете надо посмотреть я не могу посмотреть мне первый сюжет два часа был то потому что я долго его проходил scar на час не знаю на самом деле сюжет мне кажется реально что за 34 может пройти особенно со скипами первая часть финала джинджо напали это т.д. аутбрейку нет спасти джинджо квест-комплит акт 5 от ракный дождь начал падать темные облака сгущаются над этой локацией там скипа сюжет нет нет некоторые куски есть все таки ну каких-то сайдовых диалогов этот дождь действительно происходит генерал как дела нас пять сотен солдат готовых в битве получив антидот от дождя и не лишь получили небольшие галлюцинации никаких других побочных эффектов наши ветераны все еще также видят фантомов дожди мы продолжим как и планировать говорите о любых всплесках доцепных дискордов мы выдвигаемся как только закончится дождь есть есть нормальный манирусификатор на вулу нынешний русификатор который есть он отвратительным просто он очень плохо ну типа понятно что его сделали день в день и это как бы этот машинный перевод но сразу всплеск дискорд зато он 120 fps открывает вау 120 fps в игре которая не разработана под 120 fps потому что разработчики не добавили в игру 120 fps а значит она в это может ухудшить производительность вашей системы что-нибудь сломать забанить вас за то что вы она лочите игровую 120 fps как бы ну ребят в эти был бы он у раза ребят но разрабы почему-то это убрали как вы думаете почему наверно не влака это причина резонаторов руины где большинство процентных дискордов наша цель перейти в нападение стратегический план был сделан три года назад наши противники все сильнее и сильнее могут быть неизвестные рисковые факторы уже ключи раз обновили говорят там все хорошо где в русификаторе сомневаюсь в общем лично я не советую по многим причинам но понятное дело вы можете пробовать на свой страх и риск на все наше оружие починен это цветное оружие подготовлены для резонаторов но дождь становится тяжелее может быть все таки спрячемся на время один из наших боевых медиков говорит что это не обычный дождь и он советует все же немножко подождать его интуиция хорошо показала себя в прошлых битвах однако я согласен что это наш последний шанс организовать новую атаку не правте андруси в кадре да мне пофигу я же говорю медика то которым ты говорил что у него какое у него имя царь его зовут ах ты тацетный дискорд пытаешься мне этот совра нет джи ян выбрал генерала нет и не буду генерал помогите мне пожалуйста у меня ветреная монашка есть мне генерал нафиг не может быть ты и прав дождь и лишь появился из ниоткуда но он явно необычный это наш единственный шанс противник которого ты так хотел победить прямо перед нами и теперь ты бросишь сидеть и ничего не делать с этими фантомами слушать фантом тишина это твой ответ и страх сковал твой язык ну что он кушает вижу ты ничем не отличаешься мы боимся кровоточим страдаем и в конце мы все умрем на поле боя что насчет наших друзей братьев же видишь как их убивают один за другим все еще будешь стоять молчать когда души потребуют ответа нет другого выбора мы должны уничтожить трупа по 1 пробил вернее не то трэмпом не уничтожить короче мы должны пробежать по трупам под нашими ногами и выкрикивать приказы и сражаться до последнего вздоха контрактный дождь всего лишь создает иллюзии бывших событий и создание не сдаду мои воины не сдадутся этим галлюцинациям я не позволю мы уничтожим их всех на нашем пути без вопросов а я выложу для нас дорогу что-то форт даже если десятки сотни тысяч моих людей умрут да будет так я в игру эту битву любыми способами сколько тянь вент круток пока скопил скопил 25 плюс 5000 примасов где-то около 45 х за лучше такое спрашивайте никогда диалоги идут я отвечу души не отвечу трусостью 27 кстати 26 и 7000 ну сами посчитайте около 60 наверное показывает его сильной стороны пока что выглядит довольно слабо продолжая сражаться сильный вертолк с молотом дедала генерал ген шулин мы сражаемся чтобы защитить то что мы любим и мы любим наших соратников и доверяем их им нашей жизни не из-за страха или трусости я не могу убедить тебя в том что ты сделал правильными но мы никогда не должны делать видите какое долго этот благородный никогда не должны побеждать за счет огромных жертв вот бы всем таких генералов мы сделаны из одного теста с тобой может быть и да я поделюсь с тобой лишь одним вещью я тоже вытащу свой клинок чтобы сражаться за то что я верю я остановлюсь ни генерал вы выглядите бледным не в порядке пожалуйста продолжить это луна потихоньку становится полный как вы предвидели небо выглядит как в той битве под к под под полумесяцем время пришло рейнджер готовы мы ждем ваших указаний занять позиции наступать ей когда у нас то не нравится полный ровинг тревеллер путешественник вернется пророчество будет выполнено и вот они не нападают на нас пытаются что-то защитить или они ждут команд с таким огромным нападением тоцентных дискордов кто-то этим заведует быть может и кто же ты и правда оркестрирует типа оркестрейтинг это было не метафора ну то есть не просто слово которое обозначает что за этим кто-то стоит дирижевый ес персонаж и став вернемся к нашим героям почти а ну да только мне кажется ли луна меняется она почти полная ретракный дождь падает ровер может вы сейчас то самое время о котором говорила мадам магистрат жители джинджо пожалуйста оставайтесь в безопасности и сбегайте эвакуируйтесь из города по предыдущим короче практикам которые у нас были джинсы это предзаписанное сообщение магистрат это видела и знала и генерал джи ян специальный план давным-давно уже придумал до этого она должна быть атакующего она уже заканчивается мы знали что это придет что это появится начнется и мы были готовы но количество дискордов слишком огромное лава как поднимал по разу всех боссов убить сайдовые зеленые квесты с тобой почти на а я все три зеленых квеста выполнил которые раскрывают локацию плюс пару бутылок с энергией уже сожрал мне их осталось всего лишь восемь то есть всего по чуть-чуть я ну я даже не знаю кто ты но ты у меня есть у нас есть должен горит помогать с вами все в порядке один из самых больших т.д. аутбрейков которые мы видели у меня все еще есть некие некоторые о нифига си он дал мне халявки причем это типа хил не это усилял ки балдеж спасибо верина лечит тут всех видимо ну и здесь раны закрываются ничего страшного я рада помочь у меня с собой есть травы оверу спасибо спасибо верина такой ян киркоров не заценивайте нас сэр помните чему я ваш сучил безопасность превыше всего найдите тооки тооки вот это я не против найти тооки вот бы мне найти тооки на своем аккаунте где нибудь есть какие-то обновы по барьеру и диск спасибо за 12 спасибо большое за поддержку зарисовчик когда орки и вредика не знаю не могу сказать может быть только к следу к следующему патчу вернусь в хейдос сейчас эти надо глянуть 33 иммортала надо поиграть в датселлс надо поиграть в айзека на ближайших неделях чтобы ко всему подготовиться подготовиться к ивенту мастера юрий вот ты должна быть ровер а ты может мы уже где-то встречались да нет ягодных позволь мне представить себе я таучи она не ставоке директора министерства развития я занимаюсь защитными фортификациями да мы уже видели твои защитные фортификации обратили на них внимание на тестовых забегах спасибо что помогаешь нам добрый все еще идет тут к с которым мы сражаемся он вызван ретроаттрактным дождем про защитный барьер упадет ацетные дискорды могут смогут появляться прямо в городе а как вообще он вызывает эти аутбрейки помнишь о чем я тебе говорю ранее ретрактный дождь необходим это так короче куски по энергии какой-то которая падает из эфирного моря это оставшая остаточная энергия создает магниты как является магнитом для татсетных дискордов записывает события со всех мест и времен позволяя тем кто приходит попадает с ними в контакт видите иллюзии прошлого вот почему мы их зовем фантомами ретрактного дождя работает как резонейторы резонируют с этим миром чем больше ты на тебя дождя попадает тем более реалистичными становятся эти фантомы и вот еще один факт насчет ретрактного дождя когда дождь идет на большой локации иллюзии вытаскиваются из воспоминаний множество людей и могут формироваться одновременно из множества людей короче да а значит тренодианец битвы войны вернее ты поняла ровер джинджи на локации локации джинджо сражались уже многими столетиями и поэтому тренодиан как бы этот показывает концепт войны а воины ведут к смертям когда дождь дойдет до финальной стадии будут тысячи фантомов фантомы мертвых солдат это дискордов это в общем а по большая опасность нависла на джинджо наш магистрат именно поэтому и просила построить этот варьер чему этих был фантомы в чем такая большая проблема этих фантомов механически лишь повторяют то что они делали они должны вмешиваться в реальность но дождь сильно усиляется через силу тренодиана и в итоге эти фантомы становятся более реальными и могут даже вредить людям в этой битве три года назад наши солдаты сражались с против бесконечного количества c дискордов ну и соответственно сами становились тоже противниками фантом тациентных дискордов и нашибавшие солдаты повторяли эти атаки атаковали на все что видят все что движется солдаты уже не могли отличить друзей от врагов и да и ужасный дождь привел к огромному количеству брутальных смертей норфол эти степи превратились в сущий в ад на земле до сегодня мы все еще слышим их отчаянные крики битва под по полумесяцем было с первой записанной историей дождя усиленной тренадианской силой наш прежний генерал отправил очень важные видеозаписи по дождю эти видео стали важной информацией которая позволила нациям ускорить свое исследование защитных механизмов против ретрактного дождя наши люди на берегах придумали что тренадиан это тренадиан дождь и странная луна явно связаны между собой значит дождь изменяет то как выглядит луна что отображает силу тренадиана стип того но это лишь теория и это не подтверждено но к сожалению мы не можем предотвратить предвидеть ретрактный дождь пока что но мы знаем что он сильно связан с воскрешением тренадиан дают бреки это лишь другой знак луна меняется в мгновении в этой теории за это значит что мы в дерьме скоро воскреснет тренадиан и джинджо сражаются с тем что произошло три года назад но мы справимся кстати поставил кругу на перевод текст на экране правильно сделал если нет возможности переводить самостоятельно прога с переводом удобнее чем русификатор и лучше работает по идее они могут чувствовать телепатическую какую-то связь воскрешение тренадиан джинджо приведет к катастрофе из во многих нациях катастрофе что я несу катастрофе я кофе я лейте мне кофе я пожалуйста и в общем надо будет их предупредить в любом случае мы мы проваливаем а ты пожалуйста это будь в безопасности доверена девочка хилочек с транспорт в игре с первых двух десяток капнул леги стандартным оружием двадцатки ни в одной гача так не везло от меня тоже мне тоже на ранних этапах так сильно не везло в других гачах датбрейки не остановятся перед концом дождя мы должны оставаться готовы к готовим к этому еще одна волна я вспомни об этом мне сильно придется отдохнуть после этого даже постоянно зевает на своей ульте активировать защитные механизмы заработалась девочка просто видимо заставочки ну слушайте реально эпик какой-то начинается это все танцует но он кстати типа мораль же поднимает нам же уже говорилось что эти его танцы должны бустить мораль ля какая-то оки классно очень такая большая из за то что она стоит на переднем плане те все короче тестовые у нас пацан легендарный чича . мстители вообще сбор да я честно говоря не хотела то персовы выбить чтобы не прыгать тут везде оттяночку ранили русск кого выбрать верен или колчара я не могу влиять на ваш выбор ребят не могу сибирь за ножи вроде неплохие колчара вроде сильный ирина топовый хиллер пятизвездные на данный момент и саппорт она еще атаку все пачка чай все благодаря тебе мы справились с этими т.д. шиками мы такие молодцы вообще брать монашку в генши подобного не сделают пусть нормально увидеть других персов в битве невероятно влияет на погружение выглядит очень круто а ты меньше тот факт что здесь например вот этот чел сражался да вместе с нами которые четырехзвездные да для каких-то масштабных сражений это было бы круто почти идентично как то что мы видели три года назад боюсь у нас уже заканчивается время куда вы смотрите не я знаю куда они смотрят но куда вы смотрите репорте то окей барьер был полностью подчиненный все жители эвакуированы мы не мази минимализировали урон молодец директор давно не виделись да уж давней королев все идет по плану если можно так сказать мне об этом заложили заранее и мы спланировали нашу защиту то что еще одна подсказка джуя теперь когда у нас у нас такие проблемы такая ситуация я не могу сидеть и ждать когда же джуй нас спасет я буду действовать и выполнять свое задание наши эксперты должны быть готовы уже секьюрция мощнее датаит я уже что-то помогла там в столице но все еще помнишь твое сообщение джуя теперь у нас капельки падают вверх и midnight рейнджеры генералы в северных землях они готовы сразиться с ватраксом должно быть это то время о котором говорил джуя роверт будет опасно ты может быть придет тебе может быть придет сразиться с тринодианом я помогу вам союбить долго этой электробома я не видел я супер благодарна тебе за помощь тебя будут помнить как героя который спас нас пройдет от внешней угрозы вне зависимости от этой биоты от результата этой битвы да победите вы этой длинной ночью я буду молиться за вас ровер я информирую все чекпоинты на жил джо чтобы они сопроводили тебя до линии фронта и дали тебе доступ к ко всему короче и янь ты одна из аутрайдеров я надеюсь ты пойдешь с ровером и поможешь ей нужно пройти через тацетное поле чтобы достигнуть нашей базы ровер я я буду я останусь здесь и под буду патрулировать вернитесь пожалуйста одним кус с одним куском исправишься чикса спасибо я попробую жесть этот один кусок так долго ищут а тут возьмем и вернемся с ним дождь видимо и скоро не закончится город но что если не беспокойся ты можешь на меня положиться я вас всех защищу и не забудьте нашу танцевальную команду как видишь все готовы защищать наш город уровень я неудачных вам путешествия я уже информировал генерала он вас встретит да победим мы этой длинной ночью тем временем надо сорок хайлендах будет получиться водички налить и таблеточку защищайте южные врата враг ослабнет так сейчас я не приду Продолжение следует... Здорово, что делать? Забогалось игра, у меня 20 уровень. И в опыте пишут 6, 200, из 200, 300. Не забогалось. У тебя есть специальный квест, который называется Квест Возвышения Union. Вот этот вот. Фейс Ассеншн. Фейс Ассеншн квест называется. Вот иди туда и сделай квест. И тогда ты с ним получишься. Прям как в Геншине кстан. Как же он... Приконишь, что он прыгает в сторону врага, знаете? В Геншине все планжи атаки... Одинаковые, да? А здесь ты там иногда подлетаешь к врагу. Иногда наоборот. Планжи атаки отпрыгиваешь от врага. По-моему, это и у ледяной хилерши. Если я не ошибаюсь, ты там вроде бы отпрыгиваешь от монстра. А не к нему прыгаешь. Не уверен, не помню. С пистолетами вообще можно медленно вроде опускаться и расстреливать врагов или что-то такое. Да, он прыгивает. Ну вот, значит, мне не показалось. Как же обезьян промахивается. Слушай, сейчас какой-нибудь автонаводка, он может повернуться во время атаки? Жест, помогите мне... Вернее, расскажи инфуа. Ситуация в городе. Все хорошо, барьер работает, а... Гражданские эвакуируются. Ждем инфо этих, короче, следующих приказов. В городе все хорошо, и ровер, она идет к тебе встретиться, янь-янь с ней. Мы здесь отбились от монстров, я встречу их как только смогу. Город, дождь становится тяжелее. Сильнее получается, наверное, быстрее. Есть признаки воскрешения процентных дискордов. Быстрая частота флактуаций замечена. Вернее, даже не быстро, а этот... А, неважно. Они пройдут через эту зону, так что... Надо сделать для них проход как можно быстрее. Очи... Расчистить для них проход, да? Разве цель наводил? Нет, я и не люблю наводить цель. Я... Мне не очень хочется это делать. Я понимаю, что может быть проблема в этом как раз-таки. Ну вот у меня и вопрос. Это в целом-то работает или нет? А, я промахнулся. Да, блин, я отключить отчет хочу. Большая нотка-то все равно есть. Это что? Громовой Мемфис? На другой стороне досорог Хайленда. Край мира, да-да-да-да. Край квеста. Край квеста. Стали опасно. Чем мы подходим, тем хуже все становится. Повсюду кровь и ужас. Пациентная поля директор Тау-Тауки говорила, что мы должны бежать вперед, и нас встретят генерал Джи-Ян. Ох, интересно, какие же нас аномалии ждут впереди. Ты что, один из наших солдат? Солдаты, они тоже фантомы, осторожны. Если эхо истинного, не хоронованного, я не знаю. Вон еще один ранний солдат. Потоки стабилизируются, говорит. Ты, я, я, слава богу, что здесь произошло? Тандерин Мемфис вернулся. Я лишь часть сэпплай транспортной команды поддержки. Рады с вами познакомиться. Мы работаем, чтобы защитить наших работяг. Тандерин Мемфис дождь вернул его к жизни, уничтожив наш транспорт. В конце концов, я еле сбежал, он больше не могу двигаться. Это место опасно, пожалуйста, убегайте. Мистер Торентино и Шейд, поздравляю с сапочками. Спасибо большое, Шейд и Катю. Спасибо. Спасибо за две сапки. Снеждайтесь смайликами и иконочками. Вот это все. Это он, дженерал. Откуда, кстати, эхо-птицы на ГГшке? Ну, это... Вообще, она на карте на юге, вот здесь вот. Вот тут вот выбивается. Ну, а это время... Это ровер этот... Обучающий, ну, типа, блин. Не обучающий, вернее, а как сказать-то правильно. Тестовый. От разрабов, короче. Ну, я же бил, чтобы парировать. Ну, и сейчас бил. Ну, и сейчас бил. Видимо, ни в один тайминг не попал, блин. Здесь, получается, тот же босс, которого мы били в начале, да? Просто, по сути. Еще кто знает, проказ за генерал-отчужать. Заряженки есть смысл? Или просто спамить кнопку и все. Не он, это другой, по-моему, тот же. Он похож очень. Тут был без меча, это лучший. Ты просто помнишь, что у него тоже парировали немного, да? Он ли с заряженками? Чем больше солдат все умирает, они все еще могут вернуться. Бесконечные души наших храбрых солдат в ловушке этого дождя в один день, генерал. Сигнал заряженки баффать, значит, заряженки важны. Наверное. Сейчас, just press LMB, love. Я, кажется, видел тебя раньше. Или твоего дракона. Так ли это? Ты мистический кайличность с огромным опытом. Если мы встречались, я бы не удивился. Потом магистраты Таучи информировали о том, что ты готова помочь. Спасибо, что помогаешь нам. Я должен налить тебе чайку и вот это вот все по хуанглонгским традициям, но прошу меня извинить, ситуация такая, что нам нужно строить планы как можно быстрее. Я слышал о твоих делах от магистрата, тебе можно доверять. Вот, ретрактный дождь, антидот от дождя, который разработала наша Академия. Пока он не... хоть он не защитит вас полностью, но немножко уменьшит галлюцинации. А что, если я был фантомом? Было бы... была бы... Для кого-то, кто появляется фантомом в ретрактный дождь, два... два условия должны быть. Ранняя встреча с дождем и глубокая связь с нынешней... с локацией. А тебя только недавно нашли, и ты первый раз здесь, в Джинджо, так что вряд ли ты фантом. У тебя способность легендарного героя, который однажды всосал тренодиана. Джуи пророчили твое прибытие. Блин, как у меня сегодня хорошо переводить получается, кайф. Я слышал, что ты придешь в северные эти степи, чтобы вернуть свои силы от Овертракса. Я помогу тебе всем, чем смогу, чтобы дать тебе эту возможность. Верну свою потерянную силу, да, мадам? Блин, у нее реально второй вид будет, как у ГГшки, типа... Вторая форма, которую мы всосем из тренодиана. Уже прям сразу, да, стихия хаоса, спейлера. Ну ладно, я раз уж сам спросил, сам догадался, в общем, да. И если ты действительно тот возвращенный, возвращающийся, мы, может быть, избавимся от этого монстра раз и навсегда. Ты что-то, наверное, заметил в этой луне. Мы зовем ее пустой пленилуной. Пленилуной. Когда она до конца сформируется, тренодиан войны пробудится. Это древний ужас, который правит этой землей. Который может пожирать, короче, частоты оружия. Северные поля станут огромным кладбищем. Они давно стали огромным кладбищем оружия после стольких битв. Эти оружия сделают его еще сильнее, чем раньше. Но мы должны действовать сейчас. Пустотная пленилуна уже видна, и мы должны быстрее поторопиться. Ладно, ладно, погнали, давай, я готов. Подожди, мы не можем позволить себе торопиться. Я расскажу более детально, когда мы доберемся до базы. Путь должен быть довольно безопасен, потому что я его зачистил. А эти цветочки можно собрать? Класс. Радует, что вы, наконец-то, мускулистые мужики. Ну, да, но еще... Все еще недостаточно, не такие мускулистые, как в соло-левелинге. Видела, Сандра, какие там в соло-левелинге? Реально качки есть вот с такими вот плечищами просто такие высокие. Ну, как и в анимешках, в принципе, были там. Там есть чуваки такие прям гига-качки. Все еще not enough. Ля, тут челы реально отстреливаются, стоят. Прикольно. Да, вот это кайфово. Вот кайфово. Вы хоть раз видели, чтобы какие-нибудь, я не знаю, стражники Льюи с кем-то дрались в Геншине? Вот тут у них и хпшечка даже есть. Их, может, и пробить могут. Может, и убить даже, не знаю. Дропнулся левелинг через две недели. Много там минусов, казалось, да, в сумеру. Вообще не помню. Ну, в задании легенд сражаться с нами, не знаю. На поляне стоят, короче, два медведя махаются. Да, бывает такое, да. Здесь монстры тоже друг с другом иногда дерутся. Но то, что они в квесте с нами дрались-то, да. В 12-м ранге союза четыре стандартные разные леги. Да, это звучит очень круто. Поздравляю тебя с... Башня Овер Тракса, построенная из оставшихся оружий, нависла на Джин-Джо как символ нашей бесконечной битвы. вы смогли смертельно ранить его три года назад заставив его в воде утонуть а теперь он снова всплыл наш противник готов ударить базового ополчения не ополчения короче прямо здесь о монашка пинанар крест приветствую генерал мастер тянь дин не думала что тебя здесь три ветреных перса собрались и гоира и это и и рэдер не ретро как она там я забыл и короче какая-то резонансная гадашка реактивных перс они 4 до отличие от геншина джинсиан недавно прибыл она очень помогает нам генерал ой вы меня смущаете я слышал что люди сравнивают эту местность плачущим кладбищем мастер однажды сказал мне что жизни смерти это ли следует лишь обычному порядку вещей что небеса и земля они полны с духов которые спокойно приходят и уходят а здесь многие души застряли из-за злой силы ватракс поэтому я здесь чтобы их освободить пожалуйста за мной наша цель сдержать воскрешение тринодия но мы должны были осторожны и сражаться с процентными дискордами академия в общем овер тракс хоть и ослаблен но он все еще дает силу этим тринодианом тринодианом этим тациям с диском да че-то кстати в сумер уже была оттянка которая с молотом ходила которая потом получила камень здорово как поменять управлен геймпаде почему не заблокируем дару без понятия играю на кого мыши и у меня все норм я ничего не менял кстати ссоре не шарю может чат подскажет позволю мне представить окон глина нашего лидера оранжевого юнита оранжевых а этот за милишников отвечает на это помрет 2 нервы же это топографическая карта северных степей силу вертракса вне нашей компетенции утрейдеры аху скауты не могут пройти дальше самое глубокое докуда мы дошли было три года назад и обнаружили какие-то руины но там но локация опасная узкие проходы и холмы с обеих сторон и там может пройти только один сквад этих военных наши противники но и нашим противникам придется идти тем же путем чтобы атаковать нас то есть это как в 300 спартанцев блин ты смотришь только тут прикольно супер давно смотрел я все хочу с яны пересмотреть ну сам пересмотреть она не смотрела спартака она короче не хочет 2 я сижу и жалуюсь спартак классные смотрел еще в школе универе а потом пересматривал один раз а мы начали дом дракона пересмотреть вчера перед новым сезоном чем на 40 минут целых посмотрели перед тем как я уснул нам нужно короче думать над местностью если бы манипулировать местностью для нашего преимущества то мы исправимся может где нам стоит поставить ранжевиков нифига себе манг инфантри юниц да его charge звон всех вместе давай будем миксить и милишников и ранжевиков это не лучшая стратегия нет без вы выбор без выбора ну давай тогда на холмах попробуем заранее их на холмах говорит поставить как они смогут отстреливаться им не придется драться в милишки дальше милишники они готовы к битве сражаться в этой как мы будем нападать ты ты же генерала не я чё ты меня спрашиваешь спереди конечно нам в любом случае придется драться отличный выбор дом дорогого вообще не запомнился видимо тоже придется присмотреть да это же молчу помню что делать специальной команде используйте постарайся напасть сзади но видимо не получится магистр ты чё однако возможно мы не справимся более эффективная тактика ну конечно же первое наверное найти слабую точку как счастливая монашка была на картине так давайте еще раз блин но зачем еще раз вы на холмах вы рождите вперед первыми скорее всего помираете бедняжки в авангарде а мы вместе пойдем искать слабые точки чтобы победить триноди авангард он таков ну что мы готовы надо вернуть дисраптор и пробиться через барьер что здесь раппорт такой ровер видишь вот это вот короче земле измельный барьер у них какой то есть который поглощает оружийные частоты мощное анти тринодианское оружие его нам надо защищать хорошо все она у тебя все расскажут здравствуй генерал джи ян ровер как тебя подготовка идет у нас есть хорошие плохие новости дисраптор электрический капаситор упада продамажен хорошо перевожу к счастью у нас есть запасной надо его принести и починить все вопросы нет вопросов сэр это оружие массового уничтожения столица захочет полный контроль над ним они точно разрешат магистрат все это займется этим ждем зеленого света и в конце концов у нас плохие новости байжи пожалуйста расскажи нам я вижу тоцетные дискорд атаки на академию нет с академии а короче я сделаю тебе безопасный путь большая группа хочет напасть на дисраптор короче защите дисруктор я понял спасибо кстати а ты крутишь джи яна не джи ян крутится у меня разве что ну короче не крутится он я только девочек кручу в этих ваших кача играх бля мне надо этих могов убивать или я могу пробежать то за них даже как будто опыта не надо вот до чего сюжет кого да что то они болтают и болтают и болтают и болтают да невозможно так понятно иди напади победи кстати здесь смогов вообще не падают эхо это грустно поэтому действительно убивать их наверно не надо так чего у вас здесь я отправил нас помочь эти монстры оккупировали место нашей сюрпризной атаки но храбрые работяги все еще сражаются пожалуйста помогите уроку уроку крисы 2 спасибо за полу если от него недавно было много год будет такой не тихий спокойный голос капец безопасности где а вот этот работяга генерал ты лет генерал джиан отправил меня вот отлично мы знаем как важна эта пушка но у нас все равно мы не справились мы пытались ее защитить но он подал отдал последние свои сдохи жизни на защиту этой пушки этот ключ возьми его я может и не увижу наша победа но пожалуйста победи монстра за нас мы справимся спасибо же не передачу генерал джиан и в получается рандомный чел данная война она такая она бывает всякая как бы а чё инкоменте рис пожалуйста дали женский диск процентов зарядки очень так застряли и и и и и какой не и спокойный голос условиях войны сейчас что мы сражаемся с монстрами не на жизнь а насмерть чего английская озвучка потому что так проще переводить когда ты не пользуешься всякими экранами переводчиками и так далее и так далее знаю английский удобнее слушать английскую речь до слух конечно очень помогает у тебя как бы ты одновременно читаешь но в то же время еще и дослушиваешь чуть-чуть тем самым проще только у себя допрошу сюжету чек нам привет душа вы молодцы ну да ты ничего не делал видимо дождь закончился генерал дождь заканчивается мы наблюдаем уменьшение количества тоцетных дискорда в северных землях из раптор полностью заряжен и готов стрелять он забирает очень много энергии если мы промахнемся она меня не надо смотреть на сложно это будет промахнуться по такой махине наш единственный шанс и это слышь меня магистрат я получил разрешение на использование дисракта огромное количество потерянной энергии риск не выстрелить и этот вес этого решения я несу всю ответственность на себя я буду известно за победу за итоги этой битвы генерал пожалуйста да победим мы этой длинной ночью спасибо за доверие мадам магистрат у нас всегда была одна и та же цель за столько часов прохождения как ощущается игра все еще кайфово и на и сюжет реально раскрылся под конец этого этой локации интересненько стал там были интересные моменты опять же со скаром немножко но те моменты были немножечко затянуты как будто а здесь вроде прикольно реально какая-то глобальная масштабная такая тут война с этими монстрами ну промахнуться было очень сложно тем блин просто в щит стреляли даже они в гигантского голема ну чё работяги готовы там челики дерутся прям go deeper блин можно я не там слишком далеко подниматься ко мне на один час и джинсы фату и спасибо апгрейд мак спасибо большое за поддержку напоминаю что если вы а зажиме вот этих надо убить что если вы хотите получить дропс то там надо 2 сам они не очень большие они скорее как кэшбэк поэтому надеюсь вам понравится в первую очередь наши смайлики и просто спасибо большое за поддержку это очень по сути можешь сравнивать с геншином 10 до причем в геншине в 10 сюжет кто не закончилась нас заставили ждать целых два патча целый регион не в но ничего не происходило здесь прям видимо сразу хотя не подождите за можно же сравнивать с сюжеткой венте они сюжет к илью и правильно наверное пенсии был закончен ну просто видите настолько прологовая сюжетка что ее сложно сюжеткой назвать да там было два региона но я просто не очень хочу сравнить сюжетка венте настолько посредственно в первом регионе в манштадте было что с двальным даже сравнивать как не приходится не знаю где на карте местная бездна находится справа сверху вроде где-то там много врагов кто-то должен остаться и задержать их а вы проходите мы здесь разделимся вы справитесь с этой миссией дела идут с вами вымыталась очень собирают доки на посуду в посольство чё для этого что ли хорошо тема для виза какой-нибудь ты что там дает халявную лего за про за ошибки в игре прошусь часто действует конечно на сегодня я забрал как раз заходите забирайте и так не знаю насколько долго будет действовать пока что наверное будет так чё говорить зажать я помню что у него если зажать он прям врагов на своем копье вертин и игрушка геншин игрушка геншин также срез падают смогу фоне обновляются каждый день такая же система активность почти с определенными изменениями в лучшую сторону здесь мы тоже с ним разделимся да я пытался контактировать наши сигнал уже здесь не проходит нам нужно довериться и мы теперь пойдем вперед в битву мы смотрели мы достигли этих руин мы войдем к это бишь готов в частности одно из самых крутых изменений например если интересно это то что артефакты можно фармить по миру с обычных мобов здесь артефакты и мобы здесь они в принципе в артефакты и дамы бы это одно и то же вот поэтому такая крутая фича короче есть крутые новые фичи так во всяких руинах можно тянуть камни пока стыка твую снежку пинаконе не фритил у него не гаи не у меня в кср геншин делать нефига жесткий я не представляю как можно по второму разу проходить геншин и даже ханка и хоть он и линейный хоть он и линейный чтобы статы открыть платье так что не бесплатно так смысле платье эти камни ну для открытия до удобства тофты будешь фармить по миру в любом ну нет по миру ваш не будешь на либо за энергию либо за какие-то активности в любом случае же больше получать как иначе стримы донатил я не доначал в гачан дрочильне и игра фри-то-плей ожидалось противник если увеличивает силу как только мы приближаемся к статы я в порядке все хорошо дай мне руку битва оставила на тебе пару царапин мне есть короче первая первая помощь пожалуйста использую ее если надо будет нет спасибо это оправдывался камер тоже формируется вот из шары для прокачки так это время пока что они изо всех шлей там может быть они из сундуков так далее потом то они закончатся а можно нельзя спасибо а это вот так вот работает поэтому я не мог в воздухе это сделают такие еще и подтянулись сюда я чувствую спереди-то цепь не скоро ну спасибо эти камни блокируют наш путь и надо от них избавиться ой наконец-то роев слышишь меня наш сигнал блокирует силой тринодиона нам было тяжело до тебя добраться терминал этого очень интересный дизайн мы бы хотели изучить его как только сможем ну а пока мы знаем о вашей ситуации к счастью вашей локации все еще в поле действия дисраптора мы можем стрелять и помогать вам вы знаете чего он да может мы можем сделать силу его пониже но очень советую вам спрятаться подальше есть платформа какая-то может быть мы можем ей воспринимать сюжетка долго я бы сказал около пяти часов шести может быть если вы достаточно быстро читаете а часть как бы ненужных диалогов скипаете все смотрите все прошел игру все закрыла собрал три пачки шестидесятых ну почти там третья пачка три пачки шестидесятых эти пачки 50 потрою трое суток марафон приятного всем время я спать хорош отдыхай давай даже не не первый кто приходит в чат с такими сообщениями что задротят субботу мипо да в следующую субботу уже нет а да я его просто раздавил молодец похожая ситуация давай сделаем это еще раз попуга с это еще ни разу не дрался надо ее все еще нельзя бить класс тостер пассив зари детски здорово как ваши дела во что играли снова строили этот снова кузнечным делом занимались или нашли таки наконец того что поиграть здорово-дорого добиваемся отбиваемся от бака рейдов лет мебель your blade кузнецом было понятно и сегодня как некогда было зайти все утро почти не за компом обува подожди бывалый даркер же был да я же заглядывал на на минуту мне прям вообще некогда было делать сегодня были днем кор пока не сильно динамики и не хватает корр жестко ну да иногда приходится стоять и зажимать надо тайминге атак ловить на спасибо спасибо тостер залить дальше шутал тостер ребята не забывайте его тоже фоловить в ответ так много врагов я я бы через них без вас бы не пробрался всего статуи становятся сильнее у нас нет не так много времени давай бежим диванчик может посидим отдохнем красный ветерочек гравитационный опрошу генерал один прошел через толпы вот и думаете да кто из них сильнее так кто из них настоящий генерал только не поздоровался и паука я привет где сундук что где и правда спасибо кухты и не заметил то вообще причем эпический как бы на двадцатку да не 520 гемов скоро было наверху да вроде мы наверху на 100 как подеремся надо быть все сходить шоу дорога спереди полностью заблокирована ты выбираешь куда выстрелить дисраптор последний раз давай ровер выбирай с умом тут наверное в ядро логично ой мусорки их если бы не английский я бы тоже сыграл самое время вместо других игр в которые играешь потратить время на изучение английского начать еще можно учить английский поиграм это же кайф вообще но где он готовится только призвать больше врагов ну нужно как-то удержать их и помочь другим не знаю чего ты планируешь делать с собой генерал я думаю я лучше способ справлюсь с этой ситуацией все хотим победить тринодиона на раз и навсегда и вы не хотите никого ставить позади но мы знаем что ты и ровер самые сильные у вас есть самый лучший шанс в общем мы у нас одна цель и я надеюсь что мы не упустим я не не должна выполнить веру других людей в себя а теперь ровер давай звони разделяться опять да я тоже думал что они будут разделяться прям по очереди подряд я стану здесь и тринодиона больше не сможет сосать силу из монстров остальное оставлю вам забавно что они в какой-то степени даже повторили уникальную фичу геншина вот то что у каждого персонажа есть вот этот камень силы а здесь типа у персонажа есть вот это вот волна до звуковая стреляй прямо туда вот тут там вот как бы ребята давайте стреляйте шмалять запускайте пушку пока энергия еще есть это как в этом было в евангелионе когда они там тоже какую-то энергию заряжали со всего со всего города или со всей страны почему не надо надо кто говорил не надо надо всем надо им тоже чудо между германии в английский не говорят я был в германии во многих рейстиках спокойно все говорили по-английски ну типа там работники сервис что ж видимо наш виновник спрятан глубоко в этой статуе это будет наше последнее битва против тринодина ты готова ровер я готова надрать тринодиан скую жопу ну как бы мы не в рейстики мы в игре сервисе и сервиса в ней нет не новым понимаешь это абсолютно два разных тейка типа никто не говорит что разрабам не надо добавлять русский в игры конечно надо платят в россии конечно по играм по моему так себе но играют в игры очень много и в самые разные это не значит что вам при этом не надо знать английский тебе это абсолютно никак не две никак не связанные между собой вещи английский это удобно и круто узнать не знаете я не знаю как вообще там смотрите сериалы киниме играть в те же игры для себя надо знать для 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 своих же развлечений хотела дару для жопу без коронный тринодин раз восстановил его частоты чухарейский отлично играется в эти ваши китайские вещи балди кстати обзор и волк говорит быстро же они я не говорю вру озвучки смотреть максим боковой субтитры гораздо проще на английском фрикин дуду спасибо за собку для комиссии стали не застреливаю собачкой и еще одна совка для дюнки лжан спасибо жесть сражаемся с огромным глазом пошел развяз очкам музыка как будто в остелении колец и фродо кольцо украли или он погрузился вот этот в темный мир невидимый мадам а 50 уровня как я должен был бы не попасть если она стояла где-то далеко отстанет ну трена как я думаю все же не боссный я сбиваю дракон избивай все попало счет пока сложный босс не они от одной атаки почти плане снимаем честь нее дыра в бубе осторожней суть ее раньше атаками я просто просто стою мата луна за спиной есть ядро нашу то используя атаки чтобы отбивать про джекта его хочу вот так прям ой ой окей допустим дефицит за монстр инфронтовую фазы убрали когда я умера как мирового фармейш генерал устал а и впечатал в этот глаз вообще на всосать пытается а ого крылышки молодежь одна теперь до ровер получает новую способность хавок дэмэйч и получает умбра стаки с каждой атакой когда умбра полна ровер может сделать мощную атаку и войти в dark search она еще превращается этого рыцаря которого до этого убивали нет я пытался короче атаку сверху сделать а мощная атака с косой дерется теперь бог ой непростая так-то битва блин вот она ты пышется подальше от тебя чтобы вот эти вот атаки сделать жестко крово достает в прикольно резонатор пробный резонатор присоединился к битве генерал таки вернулся помочь только не вовремя потому что я вообще-то в ульте был кэш спасибо но я вообще-то в ульте был иногда не понимающие цифры урона это я наношу или по мне но так кажется у меня нет стамины и внутри пища мгновенного и плюс потом с крылышком продолжает дома меня как же ты пышется конечно здесь прям надо готовиться и ждать эти три медленные атаки прям как в даколу ну то есть они реально замедлены это было не супер просто ты чё и меч отбил что она не смогла защититься нет она разрезала бубу красная так у нее тоже красные были такого же типа это красный просто тип урона фоне в телефоне музыка игроватку и пузик давай всасывай до этого он ее защищал теперь он и она его это что за покемон только не пойман молю только не пойман а вот и пойман да в смысле да за что гетрохромная пойман она решила говорить сбежать вместо битвы она специально избегает нас ровер это ли да без понятия это место скоро он взорвется разрушится давай выбираться сундук на 40 кристаллов но главное чтобы этот мой вот этот маскот не в ней нет а не разговаривал за нас в диалоге время свет и который разрушил тему статуи вышли 2 кто же это будет конечно же генерал джиан и легендарный ровер и руины упали а колосс разбился тракс принял поражение горы и реки и все счастливы и ура пока но пока молчит затише перед бурей ну вот опасно опасно горят мы сами выковали свою судьбу герои их целеустремленность зажигает надежду song of conquest игра такая прикольная недавно релиз носит и вот продолжается наша история помогите пожалуйста как знаете вот даже специально через эгэс ланчер скачал зону к я нажимаю купить то окно не открывается в игре ничего не могу делать приходится выходить из игры блин я вот не знаю я же не донатил вообще виртуалка виртуальная яндекс карта рать должна помогать go to the match сайт это сюжет или что дожди grand war storm это еще не закончилось что все закончилось плюс наградки резонанс conversion unlock выберите ровера выберите нынешний атрибут ровера может работать и спектра может быть хавоком для какая ну так уровень то хотя бы 45 будет как в геншине да у нее не надо заново ее качать 45 пушка у нее также меч могли бы и пистолеты едать какие-нибудь откуда ну а здесь а белки надо качать каким-то перьями и все еще кстати вот эти штуки потому что все еще мечник да ну надо будет почитать что она там умеет ровер саммин хавок филд хавок дэмэдж много всяких цифр хавок дэмэдж dark search стоит хавок дэмэдж бонус увеличен атака атака dark search стоит базик атака река верит энергию 765 мгновенного урона плюс потом фаза хавока да вот это вот все окей просто сильные гэгэшка только не спектра хавок спектр больше сопо да я видел что спектра хилы есть но поскольку у нас в спектре есть дожди мы не ожидали резонанс разве нет мне разве мне показалось кто-то в чате еще писал что тоже есть вроде бы предмет в инвентаре поезд не может или нет но точно ожидали за сюжет не должны были а на хавока и дали как раз понятно ясно ясно вот блин у меня желтенькие нужны я хилять хочу как раз резонанс скилл дэмэдж бонус увеличен на 30 ресет резонанс скилл кд но я все равно пока использую обычного хотя не надо побегать с хавоком чуть-чуть чем зачем тебе хилл свириной я не говорю что мне хилл свириной ну типа опять же не забывай что все эти персы каким-то образом должны очутиться в бездне их будет много собирая не мог вы на я знаю крышки у нее прикольную ими же и бьет да подожди ка эти те же остались что ли не сменяются на новые ой ну кому он чё теперь переодевать их каждый раз даже в ханка и уже сделали одинаковые это круто бьет группа 10-балльной шкале я ценил на 8 мое мнение есть в группе в к или в телеге где он удобней 27 и 2 300 ну неплохо в целом да неплохо так что ж маркер получается прошли сюжет есть пресеты да да ладно подожди что серьезно фильтр ком где покажи димуф ол нет свитч appearance у них разные скины есть у этих у монстров что вон ну вон вон где пресеты вверху 1 2 3 4 смысле нет так это да это просто по стоимости отфильтровать свитч нажми нажал свитч и не кажется и нет пресетов видимо вы что-то напутали а я уж думал неужели они сделали то чего так то чего не смог сделать геншин за блин пять лет своего существа сколько четыре ли в год